Сегодня я должен был читать лекцию Оксана Сергеевича Казенов. Он, к сожалению, не может, он не очень хорошо себя чувствует. И по этому тему, это теория марксизма, история марксизма, и чему и как она учит, мы будем раскрывать сами. Ну, начнем с того, вот история сама по себе. Во-первых, история – это наука о чем, как вы думаете? А о том, что струны и те события, факты. События, факты. А о чем она вообще нас привлекает? Ну, что эти факты, это опыта, какие вы стоите? Опытом. Значит, а вот мы вот с вами, и все, что вокруг нас, мы вот взялись из ниоткуда, или у нас вот источник наш именно вот там находится. Вот Михаил Васильевич, например, он определяет историю так. История – это наука о настоящем, как результате предшествующего развития. Мы с вами, это не просто так мы вот откуда-то взялись. Мы являемся результатом предшествующего развития. И вот изучать нас вот там, когда нас еще не было, это, вообще говоря, мы тоже изучаем вот нас и то, что вокруг нас находится. И, в общем-то, Маркс и Энгис в молодости писали, что со временем из всех наук останется одна история. И действительно, если мы возьмем добротный учебник, скажем, такой сугубо технической науки, как теория САУ, системы автоматического управления, то, скажем, годов так еще 51-го, вот так, это вот такая книга. И там начинается от Адама, вернее, там от регулятора Порзунова, который регулировал там уровень воды в паровом котле, ну, примерно так, как старый унитаз там был, извиняюсь, это самое, бачок. Вот, и оттуда все идет, как это разворачивали системы автоматики, для самых на тот момент современных, а, скажем, регулятор оборотов турбины на крупные гидроэлектростанции уже в те годы представлял из себя сложнейшую автоматическую систему. Были системы управления огнем на линейных кораблях, тоже сложнейшие даже по нынешним временам системы автоматики. Они были сложные очень. Вот, но начиная все вот от Адама, это разворачивалось, как говорил наш заведующий кафедрой Владимир Борисович Широмов, когда ему давали там книгу какую-то по последним достижениям там в мире автомобилестроения, он говорит, это для работников автосервиса, а для инженеров, для конструкторов обучения им надо вот что-то такое более от Адама. То есть, это вот история, поэтому история вот, можно преподавать технику, да, можно преподавать технику, любую техническую науку, как вот историю этой вот науки. То есть, вот физика была Ньютона, вот потом физика Эйнштейна, а тут вот была еще и термодинамика, и то, и то, и то. И так вот наращивать, по сути, они так и даются во многом. Ну и как, в общем-то, все науки, история, она, конечно, испытала на себе воздействие, борьбы, спорящих вокруг основного вопроса фирософии. Основной вопрос фирософии у нас это... Вопрос о чем? О первичности материи, либо сознания. И, в общем-то, этот спор, он перебрался даже и в естественные технические науки. И Дангаун там вспыхивает. Вот, скажем, типичный пример здесь в начале 20 века, да, когда, изучая физику, люди с удивлением обнаружили, ученые, что, оказывается, атомы — это не какие-то там шарики твердые, которые элементарные и неделимые, а, оказывается, атомы — это некий аналог нашей Солнечной системы, в общем-то, пустое место, где электроны вращаются там по орбитам, вокруг ядер, и там размеры электронов ядер, они крохотные по сравнению даже с размером атомов. И начались крики, что материя исчезает, и Ленин со всем этим подробно разобрался в своих работах «Материализм и империокритицизм», в частности. Вот, и сейчас это тоже проскальзывает, сейчас идеализм в науках, в том числе естественных, в каком виде проскальзывает? А вот зачастую люди любую чушь несут, а вот это мнение. То есть получается, что вот нет истины, истина куда-то уходит, а вот есть мнение, набор мнений. И эти мнения, они особенно обостряются, когда в зависимости от принятия тех или иных чисто технических решений зависит судьба каких-то там, ну, начиная от защиты диссертаций чьих-то, и кончая судьбой значительных финансовых потоков. Вот, скажем, несомненным фактом научным является то, что газотурбинный двигатель на транспортных машинах обладает рядом несомненных эксплуатационных преимуществ, что было доказано десятилетиями эксплуатации и так далее. Но есть мнение, что он не нужен, а коль скоро это мнение большими людьми высказано, то вот сейчас, к сожалению, есть вероятность того, что на какое-то время, по крайней мере у нас в стране, применение газотурбинных двигателей на транспортных машинах будет отнесено к числу утерянных ремесир. Вопросы это очень непростые. При всем внешнем сходстве, газотурбинный двигатель наземный, его нельзя путать с вертолетным, там целый ряд специфических вопросов, начиная от пыли, кончая вибрациями, ударными нагрузками, переменными режимами работы и так далее. Вот, это вот такой вот пример. Ну, а как говорится, я спорить с этими людьми я не могу, потому что руководить там значительный вес имеет в отрасли заслуженный мастер спорта по велосипедному спорту. И я вот могу сказать, что я вот свои 50 лет, я уже так не научусь на велосипеде ездить ни в коем случае. И мне с этим человеком спорить, конечно, не с руки. Вот. Это вот идеализм. Ну и, конечно, в истории, тем более, как и в всех гуманитарных науках, эта дискуссия имеет место быть. Значит, Маркс, естественно, стоял на позициях исторического материализма, и именно от Маркса это пошло словосочетание. Ну, а оппоненты, они стоят на позициях исторического идеализма, получается. Хотя слово это очень не любят. Вот Михаил Васильевич у себя в университете, там в дискуссии на него начали, «Вот, исторический материализм, это то, то, то». Говорят, ну, очень хорошо, вы стоите на позициях исторического идеализма. Те как-то так сразу сдулись. Вот открыто признать, что вот я стою на позициях исторического идеализма, это правильно, это как-то вот все стесняются. Значит, чем отличается здесь материалистический подход к истории и идеалистический? Идеалистический подход к истории сводит ее к проявлениям воли там каких-то людей, вождей, руководителей, царей, и в связи с этим к какому-то набору фактов. Что вот там в таком-то году там казнели того-то, в таком-то году на трону сердца тот-то, так, 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 и вот этот набор фактов о действительно чистом виде наука о прошлом, которое никакого выхода на настоящее вроде как и не имеет. Ну, тогда-то было то-то. Вот, например, в таком ключе там некоторые девушки молодые там обожают изучать там историю абсолютизма во Франции. Вот, и они вот где там какой Людовик, где он там какие пиры устраивал, сколько у него было любовниц и так далее. Вот. Чем отличается исторического материализма? В чем вообще заключается основная форма исторического материализма? Развитие человечества, то есть история, определяется развитием производительных сил. А как вот производительные силы и Багбак расов, вот, все-таки вот, что материалистичность-то здесь вот придает? Вот Маркс сформулировал так, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот. Иногда вот все и с этим говорят, что вот, ну а как же, и личное бытие определяет личное сознание. Человек там есть и попадет там в стаю ворков, там, в детстве он, так сказать, и воспитуется там как ворк. Это от того, что ему дают. На самом деле, вот формула все-таки вот эта марксистская, потому что, а что такое общественное бытие, вот как вы понимаете? Общественное бытие, можно сказать проще, это общественное производство. Это, можно сказать, некие слова-синонимы. И вот именно как общественное производство оно здесь выступает. То есть, лично какой-то человек, может быть, кустарем, сейчас там модны всякие поковки, скажем, вот он может там работать кузнечным инструментом, грубо говоря, как работали там 300 лет тому назад, делать там какую-то красивую оградку. Способ производства. Это мы потом, когда поговорим о общественно-экономических формациях, мы вот это вот поговорим о способе производства. Вот. Ну, этот, так сказать, кустарь, скажем так, во-первых, у него над головой рампочка электрическая все-таки работает, а не ручейная. Потом там он чем-то электрическим пользуется, потом он просто своей работой выходит на улицу, там, садится в машину, там, едет на машине, у него мобильник, то и сё. То есть, он все равно живет в атмосфере современного общественного производства. Эта вот современная жизнь, которая диктуется, вот опять же, этим производством, она накрадывает отпечаток и формирует сознание. По крайней мере, общественное сознание. Лично у человека, вообще говоря, сознание может быть любое. И в семье у аркашей вырастали трезвенники, и в семье у гениальных людей вырастали дураки, и наоборот, это, в общем-то, в личной жизни здесь скорее более верно обратное, что сознание определяет бытие. То есть, какое у вас сознание, так вы и будете жить. А то, что там трудное детство, детдомовское, порно примеров, когда люди, так сказать, с самых социальных низов, благодаря своей воле, благодаря своему сознанию, поднимались и свою жизнь вершили так, как им надо. Вот. Это общественное бытие. Здесь можно выразиться и немножко по-другому. Так, но это более вульгарно. Люди действуют в своих экономических интересах. Экономические интересы — это вот интересы людей в процессе производства с целью улучшения своего поражения. Интересы в улучшении своего поражения. И благодаря своим этим экономическим интересам люди вступают в отношения между собой, которые, в общем-то, уже не в парне зависят от их воли, как бы вы ни хотели там, вы, может, не хотели бы работать, а вот надо вам работать, вам капиталисты неприятны, все равно вы идете работать к капиталисту. Тут уже, как говорится, есть, конечно, люфты определенные, но здесь ничего не сделаешь. Вот. И вот марксизм на этом вот стоит, как наука. И как совершенно написал Ленин в работе «Три источника и три составные части марксизма», учение Маркса всесильно, потому что оно верное. Маркс вот нащупал вот эту вот жиру, чем руководствуются люди в своих поступках, чем они руководствуются в своих действиях, и на основании этого он выверг путь общественного развития, который так или иначе неумолимо приведет к определенным результатам. Ну и, естественно, если даже в естественных науках бывают споры, связанные с интересами людей, опять же, там, начиная от защиты диссертации, кончая распределением финансовых потоков, то, естественно, это не могло не затронуть и науку истории марксизм. Вот Ленин в «Трех источниках» писал. «Учение Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной науки, которая видит в марксизме нечто вроде вредной секты. Но отношения нельзя и ждать, ибо беспристрастной социальной науки не может быть в обществе, построенном на красовой борьбе. Так или иначе, но вся казенная либеральная наука защищает наемное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому рабству. «Ожидать беспристрастной науки в обществе наемного рабства такая же глупенькая наивность, как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала». Иногда вот беспристрастно здесь Ленин, используя слово, иногда, наверное, вы слышали термин «объективно». Это объективная статья. Мои рассуждения объективны, а ты высказываешь свою личную точку зрения. То есть вот люди как-то вот, особенно когда они говорят что-то в чьих-то интересах, они стесняются говорить, что вот я истину говорю. Конечно, у нас вокруг много непознанного, поэтому неизбежны дискуссии, так сказать, искренние, когда один человек считает на основании каких-то там фактов, что он истину израгает, и другой человек считает, что какую-то он истину израгает, тоже на основе известных ему фактов, и они, так сказать, сильно расходятся. Но это надо понимать, что всякий человек — это не объектив. Человек выбирает в себя информацию, и когда он выдает эту информацию, она при этом пропущена через его восприятие, через его, грубо говоря, мозг. Это фильтр определенный. Поэтому элемент субъективизма, конечно, есть во всех высказываниях. И здесь вот очень важно, стремится ли человек к истине, и правильно ли он обрабатывает эту информацию, которая в него попала, чтобы прийти к верным выводам, или неправильно. И поэтому здесь не мнение объективное и субъективное, у меня мнение объективное, а у тебя субъективное. Это чушь вообще. И в парне можно ответить, нет, это у тебя субъективное, а у меня объективное. Вот, и оба будут одинаково неправы, и оба одинаково правы при этом. Есть стремление к истине. А что такое истина у нас? Соответствие понятия объекту, знание действительности. Вот. И вообще, говори, истина, это вот знание, это и есть вот соответствие действительности. А противопорожность, ну не противопорожность, а скажем так, как Гегель изящно выразился, неразвитое знание, это мнение. Мнение вообще, это даже не неразвитое знание, мнение это вообще, вот языком можно, язык без костей, как говорится, и можно говорить все, что угодно, как показывает наша практика, в том числе политическая, там с трибун что-то до нас доносится. Вот неразвитое знание, вот правильно сказать, гипотеза, да? Вот гипотеза, мы там, вот Тунгусский метеорит, это возможно была комета, в пользу этой гипотезы, говорит там, то-то, 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 вот такие-то факты, но вот такие факты, они не в парне укладываются в это, потому что поэтому стопроцентно сказать, что это комета, нельзя, это вот гипотеза. Вот про гипотезу можно сказать, что это неразвитое знание. Ну а мнение, ну это просто вот, и поэтому вообще говоря слово, уважать надо чужое мнение, но с какой стати мнение уважать? Другое дело, что людей, конечно, надо уважать, человек, так сказать, ну, доживший до чего-то, иногда бывает, что человек опытный, он на основании интуиции, на основании опыта, даже не обрадая необходимым знанием, он какой-то совет дает, вот если этот человек дает уважаемый такой совет, вот лучше к этому совету прислушаться, хотя нельзя сказать, что это у него выработанное знание уже какое-то, он вот, я говорю, вот так интуитивно дает правильный совет, но лучше прислушаться, но тут надо смотреть. А так вообще говоря, мнение само по себе, его уважать абсолютно не за что. Никто не говорит, уважайте мою гипотезу, хотя гипотеза, это еще раз, это намного выше стоит, чем мнение. Это мнение уже чем-то, так сказать, подкрепленное, чем-то обоснованное, а просто мнение, ну, оно это нечто пустое совершенно. Вот, и знание. Значит, вот, марксизм, он, Маркс добросовестно подошел к изучению вопросов развития человечества, и в изучении этих вопросов он опирался на те составные, на те составляющие, на тот опыт предшествующего человечества, которые, об которых Ленин говорит в своей работе, три источника и три составные части марксизма. Это что у нас? Давайте пальцы загибать. Немецкая классическая фирософия. Французский социализм. Французский утопический социализм. Английская политэкономия. Английская политэкономия. Значит, до чего, о чем говорили эти? Английские политэкономы, Смит, Рикарта, они исследовали товарное хозяйство, исследовали капитализм. Они пришли к выводу об определенных закономерностях в развитии этого хозяйства, и, конечно, так сказать, для понимания, а коль скоро экономика – это базис общественных отношений, то, естественно, для понимания отношений в обществе необходимо без этого не обойтись. Значит, социалисты, утописты, ну почему там только французские, вот это мне не очень понятно, Атамазо Кампанера с его городом Сорца, и англичанин Оуэн, ну это ладно, это пускай будет французские. Они дали модель общества будущего, и надо сказать, хотя утопизм – это старосиномимом чего-то такого легковесного, не в парне научного, надо сказать, что модель функционирования общества будущего там в парне неплохо у них изгружена, и единственное, чего там не хватает, вот что марксизм привнес, это механизмов реализации. Марксизм обнаружит силу заинтересованную, единственную заинтересованную в построении такого справедливого общества – это рабочий крас. И показал, как рабочий крас неминуемо со временем придет в красти, захватит, а владеет государственной машиной для того, чтобы ее уничтожить. Вот это вот заслуга Маркса. А так вообще говоря, у социалистов утописты неплохо говорили. Ну и классическая немецкая фирософия. Конечно, здесь надо понимать, в первую очередь Гегеля, может быть, во вторую очередь Фейербаха. Хотя Фейербах, несмотря на его материализм в противовес идеализму Гегеля, по ряду вопросов он был метафизичен, и можно говорить, что по ряду вопросов это отступление назад от Гегеля. Хотя Фейербах, еще раз он был материалистом, и поэтому заслужил право тоже лежать одним из краеугольных камней марксизма. Не все эти три составные части и три источника, как говорится, одинаково полезны. После, прочитав «Капитал» Маркса, можно, в общем-то, классическую английскую политэкономию не изучать. Не надо читать Смита и Рикарда, по сравнению с «Капиталом» вы там ничего нового для себя не откроете. «Капитал» закрыл все те вопросы, которые поднимали вот классики английской политэкономии. И более того, четвертый том «Капитала», как мы знаем, это на самом деле не четвертый, а, так сказать, нулевой том, где законспектированы вот основы вот этих учений, прежде чем написать «Капитал», а Маркс, кстати, «Капитал» ради чего он писал? Ради заработка. Это английское экономическое общество ему поручило, он заключил договор, оно ему перечислило аванс, а потом долго из него вытряхивало этот «Капитал», ибо Маркс ко всем вопросам подходил очень основательно и скрупулезно, и они там писали, вот, если вы нам не сдадите, мы вынуждены будем поручить эту работу кому-нибудь другому, вот. И Маркс, прежде чем писать «Капитал», он законспектировал, в общем-то, ну, грубо говоря, все, что он нашел по экономике на тот момент, начиная там с античных времен. Вот, поэтому вот это вот старо четвертым томом «Капитала», хотя на самом деле это нулевой том. Вот, и после «Капитала» Маркса, в общем-то, можно уже все это особо не изучать. Что касается социалистов-утопистов, тоже после манифеста коммунистической партии, после принципов коммунизма Энгельса, после других работ Маркса и Энгельса, в общем-то, их тоже можно не читать. Другое дело, что, конечно, чтение хорошей книги – это как общение с умным человеком. Вот, когда вы там какую-то отцову читаете, да, вот перед вами дамочка сидит на кухне, нога за ногу покуривает, и что-то вам там такое треплет за чашкой чая. Это когда вот вы с умными людьми, умных людей читаете, и умные вещи, это, конечно, оно не вредное занятие, но, тем не менее, там все в парне изрожено, это тоже. Но что касается науки-рогики Гегеля, то здесь вот говорить о том, что Маркс и Энгельс чем-то дополнили эту работу Гегеля – нельзя. она из себя представляет в парне законченный труд. Там раскрыты все категории, и Маркс и Энгельсом применяли эти категории к общественной жизни. Конкретно, не только к общественной жизни, они там и естествознания, примеры приводили, ну, антидюринг, почитайте, там это все очень хорошо изрожено, и применили, надо сказать, мастерски. Без этого капитар не был бы капитаром, и сложнейшие закономерности товарного хозяйства, товарное хозяйство – это вообще, говорю, непростое хозяйство, там один только вопрос о стоимости, чего стоит. Вот. Это вот они не были бы раскрыты, и не случайно Ленин, уже в парне звером-человеком, в возрасте 45 лет, он написал, что невозможно в парне понять капитал Маркса, не проштудировав всей науки, логики Гегеля. И позже в работе о значении воинствующего материализма, вот что характерно, он написал, что наш материализм без изучения гегелевской диалектики будет не столько сражающимся, сколько сражаемым. Материализм. Вот без изучения идеалиста, без штудирования идеалиста вроде как Гегеля, невозможно, вот материализм не выживет, что и подтвердило последующее наше развитие все. И про развитие, скажем так. Вот. Это... Это вот что касается основных частей и источников марксизма. Ну а какова сама история марксизма? Маркс, конечно, произвел фурор в тогдашнем мире, но, как интересно выразился Энгельс, выступая на похоронах Маркса, несмотря на то смятение, на ту буру эмоций, которая вызвала учение Маркса, у него не было личных врагов. Он, так сказать, ни с кем не скрочничал, ни на кого не ругался, он двигал свое, и что он создал, то создал. В организационном плане успехи Маркса были скромнее, в его союзе рабочих там вначале было, по-моему, шесть человек со всей Европы, Европы. В первом интернационале, там, я не помню, по-моему, там счет шел на десятки. Это, опять же, говоришь о всей Европе. И в Парижской коммуне возглавили Парижскую коммуну, скажем так, идеологические противники Маркса. Это бронкисты, которые непосредственно руководили вооруженным восстанием, и прудонисты, которые там сидели в правительстве, и там вот эти анархистские идеи, анархосиндикалистские, они там продвигали. Вот. Это, ну, а тем не менее, после смерти Маркса, Энгельс, потеряв зрение и остатки здоровья, довер до печати его, при Марксе был только первый том Капитара издан, Энгельс довер до печати остальные тома, еще ряд работ. Вот. И Маркс попал в Россию. Когда Маркс попал в Россию, несмотря на жесткий, скажем так, недемократизм царского самодержавия, марксизм самодержавия поначалу не травило, что дало основание Ленину даже писать о медовом месяце марксизма с самодержавием в России, растянувшемся на несколько лет. Почему так? Самодержавие видело огромную угрозу для себя исходящую от народовольцев и их последователей эсеров. Они убили царя Александра II, они убили ряд великих князей, ряд высокопоставленных чиновников. И, в общем-то, это была такая очень революционная организация. И вроде как основная опасность исходила от них. Хотя, как показал дальнейший опыт, главными противниками большевиков в гражданской войне и сторонниками реставрации прежнего строя были как раз эсеры наряду с меньшевиками. Эсеро-меньшевистские правительства все были эти квадрреволюционные. И правительство Юга России, и Корчаковское правительство до определенного этапа, и поляки. У поляков там эта публика суетилась, и у Юденича, и всюду-всюду-всюду. Вот. Это были эсеро-меньшевистские правительства, но тогда они считались жутко революционными, а Ленин против них выступал. Он не только после смерти брата сказал, что мы пойдем другим путем, но и он жестко дискутировал, подвергал нелицеприятные критики эту публику, и поэтому царское правительство так вот оно благосклонно взирало на это, на все, как вот грушат этих ярых цариубивцев и прочих. И это получили большевики, благодаря этому некоторый карт-бранш. Дурга это, естественно, продолжаться не могло, ибо само по себе даже участие в забастовках в царской России каралось, что-то, если мне не изменяет память, за участие в забастовке можно было получить 6 месяцев каторги, а за организацию забастовки 16 месяцев. Это вот в укор тем, кто сейчас говорит, что забастовку законную сейчас не организовать, хотя сейчас это чисто вопрос трудолюбия, там надо несколько процессуальных вопросов закрыть, но вообще это никак не вредно даже потренироваться их закрывать. И говоря уже о том, что забастовку надо готовить, надо, чтобы забастовка, маховик забастовки раскручивался, самостийные забастовки, скоростечные так называемые черные кошки, от них, как правило, толку немного, а вот хорошо подготовленная забастовка, которая въедась в мозги, что называется, работником, это гораздо более серьезная сила, которая позволяет добиться гораздо более серьезных результатов, как в сиюминутном плане, то есть с точки зрения получения каких-то выигрышей вот сейчас, так и в долгосрочном плане, в плане обработки сознания рабочих, повышения сознания, правильно сказать, обработка нехорошо звучит, в плане повышения сознания рабочих. Вот, это что касается забастовок. Ну и поэтому, конечно, марксизм в России скоро очень стар гоняем, и Ленин, как вы знаете, был вынужден эмигрировать и сидеть в эмиграции, хотя он все время рвался во время событий 1905 года на юге России, восстание броненосца Подтемкина, он требовал вышлите за мной именоносец, чтобы я, так сказать, тут оказался в гуще событий. Может быть, если бы он оказался в гуще событий, может, там и по-другому что-то как-то пошло бы. Вот, но тем не менее, это не суждено было этому сбыться. Ну, а после победы Великой Октябрьской социалистической революции марксизм в России стар официальной идеологией. Ну, и к чему это привело? Привело это к тому, что учить марксизму это старая задача и благородной. Ну, а коль скоро у нас коммунизм был в первой фазе, когда экономические стимулы действуют, это соответственная мера материальной преференции. И поэтому, в общем-то, заниматься вот этим изучением и развитием марксизма стали специальные люди, которые, в общем-то, особого интереса к этому не проявляли. И надо сказать, что каких-то прорывов в марксизме не было впрочь до конца 20 века. Вот, скажем, экономист Воскресенский. Это, несомненно, сильный экономист, который блестяще на радар военную экономику, но у него уже появились высказывания о том, что при социализме, да, при социализме, одним из регуляторов экономики является закон стоимости. Вот что такое закон стоимости вообще? В чем выражается? А в чем выражается? Как он звучит? Ну, главный тут, вот главный, кто главный, кто второстепенный. Я бы сказал так, это основной закон товарного хозяйства. цена? Ну, можно так сказать, что цена есть денежное выражение стоимости. Вот в чем закон. Вы, конечно, можете сказать, как же так, вот если я продаю, там, скажем, книгу от Ленина, 23 том, да, и любому из вас, я какую цену загну, такую и загну. Вы можете покупать, можете не покупать. Причем тут денежное выражение стоимости? Ну, это справедливо. в каждом конкретном случае цена, да, это результат некого договора, как говорится, если вечером вас там трое молодых людей, физически подготовленных, попросят кирпич у них купить за 5000 рублей, да, купи кирпич, смотри, какой он кирпичный, красный такой весь из себя. Ну, купи кирпич, 5000 всего-то, мужик, купи кирпичный. Ну, вот, купите, возможно. Вот, это самое. Но вот, если брать в целом хозяйство, то вот эти субъекты рыночной экономики, как говорят, или товарного хозяйства правильнее, если они будут цены устанавливать выше стоимости, то тогда их, у них никто не будет покупать, их конкуренты съедят. Потому что Маркс, вообще говоря, наследует даже не капитализм, вот, в первом томе, наследует такое вот рыночное хозяйство, где вот ходят вот эти отдельные субъекты. При капитализме закон стоимости даже не так звучит. При капитализме цена это издержки производства плюс средняя прибыль. А вот здесь в этом, в первом томе, где исследуется простое товарное хозяйство, даже не капиталистическое, просто вот ходит там, то этот мельник, у него там мельница, этот там рыба норовир, этот хлеб вырастил, они вот между другом обмениваются. Это такое вот абстрактное хозяйство товарное. Вот, и тут вот закон стоимости, потому что тут конкуренция стопроцентная, как только это самое, ты чего-то выше сделаешь цену, купят у другого, если ты ниже сделаешь цену стоимости, то ты как-то сможешь потом еще что-то производить. Вот, и таким образом получается, что вот цена и денежное выражение стоимости. Но это закон, и это закон регулятор товарного хозяйства, то есть он регулирует спрос-предражение, цену, вот это все, и функционирует товарное хозяйство на его основе, основной закон. А как же оно может, как может этот закон регулировать социалистическую экономику, которая представляет из себя единую фабрику, но никак не может это регулировать. Для этого нужно, чтобы вы были вольны в том, чего и сколько и как вам производить с одной стороны, и по какой цене продавать с другой стороны. Были ли эти условия у нас после, со второй половины 30-х годов? Да нет, конечно, не было. У нас все право хозяйство функционировало как одна единая фабрика. И ну никак это не могло быть. Для марамайского грамотного марктизма у Воскресенского это промелькнуло, потом у Сталина это промелькнуло, в книге «Экономические проблемы социализма в СССР», но не в книге, в брошюре, правильнее сказать. И это вот с легкой руки уважаемых этих несомненно товарищей, поскакало это дело, и пришло это, Косыгинская реформа привело, а тут главный показатель предприятий стала прибыль в ходе Косыгинской реформы 65-го года. Ну а это что уже заражило? Да, не было свободного ценообразования, да, номенкратуру там предприятиям как-то спускалось, но предприятия уже были не заинтересованы в том, чтобы это выполнять, они были заинтересованы в том, чтобы номенкратуру предприятий цены устанавливать так, чтобы была максимальная прибыль. А в условиях, когда у нас многие предприятия были монополистами фактически, ну естественно, это вело к тому, что они все-таки продавливали свое, цену напрямую нельзя было повышать, госкомцен, вплоть до 92-го года, 1 января, 92-го года, это как-то стараться держать, а в умоварсе дешевый ассортимент, появляться вместо него дорогой, и все это вело к застою, к загниванию, новые образцы не вводились, более трудосберегающие, соответственно, более дешевые, это все верло вот к тому. Потом, это вот, а при этом было сонмище марксистов, получавших хорошую зарплату, и вроде как творивших, что хотели. Вот, в области фирософии надо исследовать было общество, а общество, значит, исследовать общество. Это можно исследовать только о противоречиях. Вот впервые о противоречиях социалистического общества, о противоречиях социализма сказал, в общем-то, Михаил Васильевич Попов в своей монографии сначала в 86-м году напечатанной, и потом в своей докторской диссертации защищенной в 87-м году в Ленинградском государственном университете имени Жданова. До этого об этом никто не говорил. Вот Ильянкова вот очень на щит поднимают, как такого великого фирософа, там диалектика. Ну, вообще, вот это такое простое вещи, товарищи, как исследовать противоречия социалистического общества, общества, в котором он живет, товарищ Ильянков не додумался. Вот, и отсюда вот или научных коммунистов тоже было очень много. Но вот что такое коммунистическое это общество, как к нему идти? Хотя тоже здесь ответ на этот вопрос очень простой. Переход к коммунистическому обществу это стирание красовых противоречий, красовых различий. А как можно стирать красовые различия? В частности, уменьшением рабочего времени, увеличением свободного времени. А у нас как подходили, что если выросла производительность труда, надо уменьшить число рабочих, рабочие по-прежнему работают по 8 часов, а надо увеличить число философов, научных коммунистов, политэкономов и так далее. И отсюда потом, значит, если человек окончил вуз, то значит, его надо трудоустраивать непременно по специальности. И вот стали разбухать красально штаты НИИ, штаты КБ, если, скажем, раньше очень торговые образцы создавались в конструкторских бюро, где половина штатов вообще имела образование техникумовское. И техникумы, надо сказать, даже 60-х, 70-х годов они блестяще учили. Человек, получивший техникумовское образование, он мог сложнейшие вещи проектировать и создавать, а ну а вузы это было вообще. А здесь произошла определенная девальвация, потому что, ну надо, так сказать, чертежников изжили, чертежниками стали инженеры. Ну это, с одной стороны, может и не страшно, но с другой стороны, это привело вот к разбуханию такому вот. Хотя вообще, говоря, что страшного, если человек, окончивший вуз и получивший инженерную специальность, если вот у него не очень получается создавать новые образцы техники, так если он к станку пойдет, что там такого? Вот, мне вот обязатель нарушение как бы его прав, вот он должен работу по специальности, это на западе там профессора с метерками стоят, а у нас вот не так все, ну а как, тут и тупик образовался, в принципе, надо, конечно, вести к тому, чтобы каждый мог получить высшее образование, высшее образование должно быть всеобщим, и вообще человек должен учиться всю жизнь, но для этого нужны условия, для этого нужен рабочий день соответствующий, и нужна система непрерывного образования, нужна заинтересованность материальная, чтобы люди и рабочие, в том числе, повышали свою квалификацию, это все необходимо, и надо это объяснять, и вести работу, худо-бедно все-таки эта работа верась, но она в целом, у нас 70-х, 60-х даже годов, можно сказать, красовые различия нарастали, и провели к известным результатам, ну а сейчас марксизм, можно сказать, в России переживает ренессанс, потому что все-таки учения маркса всесильные, ибо оно верно, люди тянутся к науке, и благодаря в частности вот нашим учебным заведениям, Красным университетам, университету рабочих корреспондентов, марксизм вот в научном виде, он идет в массы, люди на это смотрят, и вполне возможно, что с какого-то момента это примет равинообразный характер, и вот развитие дальнейшего марксизма будет не остановить. Где у нас? Ну вот на этом, так сказать, мы первый час закончим.